Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко, и у меня в гостях сегодня человек, которого знает, наверное, весь город, но я все равно представлю, основатель Центра активного отдыха «Летучий корабль» Ольга Лобастова. Ольга, здравствуйте. Добрый день. — Вопрос будет банальным. Иногда я позволяю себе задавать такие вопросы в рамках своей программы, но мне самому интересно. Я помню, что вы об этом рассказывали, но не помню деталей и думаю, что многие не знают. Почему «Летучий корабль»? Что за голландец на Вятских берегах? — Интересная история. Когда мы приняли решение создать фирму, у нас уже были готовые юридические документы с пустыми местами, там, где должно было быть название. И поскольку у нас четыре соучредителя, мы очень долго придумывали это название, которое понравилось всем, перебрали штук 200, наверное. И вот, в результате, собрались в квартире, решили, что не выйдем, пока не определимся с названием. — Пока белый дым не пойдет. — Да-да-да. Вот именно вот эта ассоциация, как выбор Папы Римского, да. И время-то время собирались, перебирали все варианты, все не то, не то. И, наконец, да, родилось это название. Вот мы его покатали на языке и поняли, что это то, что надо. Те ассоциации, которые мы хотели бы, чтобы внесло это название. Это полет, креатив, сказка. Ну, вот эти основные, наверное, какие-то, в том числе, парадоксы в названии «Лютучий корабль». То есть вот это все попало, да. Ну, единственное, что у нас иногда оговариваются, говорят, «Лютучий голландец», но в основном хорошо люди запоминают, и у них те правильные ассоциации складываются. — Ну, легло, легло. Уже устоявшееся это словосочетание в городе. — И мы понимаем, что 15 лет назад мы точно не ошиблись с названием. — Нет, выбор был правильный. Он зашел, что называется, 15 лет. — 15 лет. — А оправдались те ассоциации, которые закладывали? Летит корабль до сих пор? — Да, корабль летит. И вот это все-таки название в том числе приняли и клиенты из нашей другой целевой аудитории. Мы планировали заниматься, может быть, только детьми, а вот сейчас у нас и корпоративные клиенты, и турфирмы за всей Россией с нами работают. Нормально все реагируют на это название. — Да нет, прекрасное название, просто интересный процесс был возникновения. Не знаю, у каждого по-разному выезд 200 выбирали. Кому-то во сне приснилось, кто-то по улице шел и ударил. Но самое главное, чтобы, как вы сказали, 15 лет все оправдывались, те ассоциации, которые заложены. Четыре учредителя. Тоже интересная история. Ведь у всех, собственно говоря, там летучий корабль — это Ольга Лобастова. Говорим партия, подразумеваем Ленин. — Здесь однозначно мощная команда. Иначе не было бы такого нашего успеха. Это как раз был самый главный и, может быть, даже единственный наш ресурс — это таланты. У нас четверых разные таланты. И здесь вот это объединение, такая синергия получилась. Потому что кто-то придумывал сценарий, кто-то был технически хорошо подкован, кто-то управленческий. И вот эти все таланты и наше просто огромное желание вот эту сказку делать, оно продвинуло, потому что у нас не было никакой материальной базы. — До сих пор вчетвером. — Да, до сих пор вчетвером. Все в процессах, все участвуют. — Удалось сохранить вот эту... — Это непросто сохранять отношения 15 лет, партнерские. — Что такое летучий корабль сейчас? Мы знаем про Заречный парк, мы знаем про период, когда это был чемпионат сказочных героев, сказочные игры на Вятке. К сожалению, тоже поговорим, куда они делись. Мы знаем про поезда целых зимой, которые приезжают. Что сейчас такое летучий корабль? — Ну, мы многопрофильный туроператор. Вот эта диверсификация наших направлений очень нас усиливает, потому что вообще в туризме очень велика сезонность. А мы вот эти сезоны... В разные сезоны у нас одна какая-то сильная сторона, другая, может быть, уступает. И сейчас у нас самое главное направление — это действительно заповедник сказок, наше любимое детище, наш парк интерактивный. Кроме этого, мы, конечно, туроператоры, и мы принимаем группы со всей России на два-три дня, соответственно, со всем комплексом услуг, гостиницы, общепит, транспорт, музеи. Кроме этого, корпоративный отдых, стилизованные праздники, тимбилдинги, байдарочные сплавы, байдарочные рафтовые сплавы — огромное наше тоже сейчас направление. И как-то так еще пришли мы к этому, контролируем вот эту часть нашей работы. Это транспорт. У нас сейчас пять туристских автобусов. То, с чем проблема в регионе, большая была, насколько я помню. Ну, да, сейчас автобусов уже не так мало, как тогда, когда мы начинали, но здесь очень сложно сама вот эта организационная часть, уведомления, детские перевозки, масса сложностей. Хорошо, что мы это сами, да, сами контролируем. И вот, да, то, с чем мы к вам пришли когда-то и, наверное, не справились, если бы не ваша помощь, это вот эти вот структовки коммерческого транспорта. Ну, я понимаю, хлопоты, заботы. Да, много проблем, которые могут вот встать неожиданно. В бизнесе надо всегда быть готовым преодолевать. Ну, давайте, я люблю вначале программы о хорошем поговорить, а потом уже... Сколько человек приезжает в Кировскую область благодаря летающему кораблю? Ну, сейчас, наверное, в год уже тысячи три-четыре. Мы здесь... статистика не очень точная, потому что туристами считаются те, кто остаются на ночевку в городе, поэтому с ночевкой, может быть, поменьше, а вот однодневных очень много. Ну, а уж посетители, которые к нам приезжают там в заповедниках сказок, в том числе и наши кировские дети, и дети из Кировской области, у нас около 30 тысяч в год посетителей мы обсуждаем. Вы самые крупные туроператоры, тот, кто организует здесь кировские туры? Да, тот, кто принимает в Кирове, наверное, да, мы самые крупные. У нас вообще не так много туроператоров по внутреннему туризму, но, наверное, по объемам мы... Слушайте, ну, давайте, 15 лет. 15 лет назад. Кто знал про Кировскую область? Да. Как вы захотите? Это было очень трудно, мы были, наверное... Вы для этого Кикимору придумали тогда, да? Да. Конечно, нам хотелось, чтобы в Киров приезжали, и когда мы приезжали на выставки и раздавали свою черно-белую рекламу, ту, на которой у нас хватало фантазии и средств, нам просто в лицо смеялись и говорили, кто к вам приедет, кто прознает, где Киров. То есть, реально, вот 15 лет назад туризм в Кирове был просто, наверное... Со слезами на глазах. Со слезами на глазах. Не было ни бренда, ни узнаваемости, и поэтому, конечно, когда мы создавали запретных сказок, мы, может быть, таких амбиции-то и не имели, чтобы он стал там известен в России, понимали, что вот нашим кировским детям будет сказка, и мы будем ее делать так, как мы умеем, хорошо. А для того, чтобы вот эта узнаваемость на России как-то к нам пришла, мы, конечно, должны были просто, не знаю, выше головы прыгнуть, что-то такое придумать необычное. И вот здесь как раз вот эта наша сильная сторона, нет финансовых средств, но есть креатив. Поэтому первое наше событийное мероприятие, которое мы придумали для того, чтобы попиариться, это свадьба Кикимора и Домового. И она оказалась настолько точное попадание, ну вот этот вопрос, почему Кикимора, она какая, что к чему, это все очень цепляло внимание, это подогревало интерес. И вот об этом событии написали просто, не знаю, там тысячи разных СМИ, порталов, перепостили, в том числе даже зарубежные. То есть мы на мероприятии с бюджетом очень-очень скромным, ну где-то там 150 тысяч, получили просто мега вот этот вот пиар-выхлоп. И очень интересный факт, после этого во время Дня России на Красной площади проходил концерт, и когда Ольга Шелест и Лера Кудрявцев вели этот концерт, стали называть города, чем они интересны. А, Киров, это там, где недавно Кикимора за Домового замуж вышла, да, и это просто в прямом эфире на Первом канале, вот с этим прозвучать, то есть все, это было уже такое-то попадание, то есть люди начинали слышать об этом, да, это нас немножко как-то взбодрило, и мы действительно замахнулись на такое большое мероприятие совместно с правительством Кировской области. Всемирные сказочные игры. Всемирные сказочные игры с приглашением. Мы помним эти шествия, колонны счастливых персонажей, детей. Да, из-за рубежа. И это было просто тоже очень хорошо зашло, много было упоминаний. Спасибо, конечно. Было очень достойное мероприятие. Да, да. И сколько стран было на пике, по-моему. Ну, в Первой игре было пять стран, и очень много было представителей из наших российских резиденций сказочных персонажей. Ну, это, во-первых, вообще взбодрило вот этот наш сказочный туризм, объединило персонажей, потому что не было такой особой привычки ездить в гости друг к другу. Сейчас мы все дружим, сказочные персонажи, и Дед Мороз, и Снегурочка из Костромы, и все-все-все. Вот. Это действительно непростая наша история, потому что мы не выиграли тендер и проводили это на свои средства. Но, тем не менее, мы ни разу об этом не пожалели, потому что та известность, которая пришла, она того стоила. Сколько раз они состоялись? Так. Ну, мы проводили только первые, а потом раз пять, наверное, с семнадцатого года, по-моему, уже они в каких-то других таких форматах, более облегченных. Вот. Ну, мы вообще придумываем вот такие поводы. Затем мы решили, что мы хотим... Ну, подождите, подождите. Но ведь надо вернуть. Ведь это была, ну, уникальная там визитная карточка региона. То, чего не было ни у кого в мире, по-моему, вообще, да? Да. И, ну, надо же вернуть. Вот как у вас внутренние ощущения? Иногда можно вернуться в ту же реку, а иногда нельзя. Вот что, можно вернуть всемирные сказочные игры на игру? Наверное, мы были бы лучше готовы придумать что-то совершенно новое. Совсем? Потому что, ну, немножко репутация этого... Не вернуть уже. Да. Наверное, лучше что-то совершенно другое. Да. Вот я... Ну, жалко, жалко. Вот жалко. Я помню эти активности. Я помню, как приятно, как интересно было детям, сколько было и здесь у нас интересных событий, и как это освещалось массово, действительно, всеми. И в тот момент у меня было ощущение, что мы нашли свое мероприятие, которое вот... Которым можно там делать как визитную карточку и на него собирать людей. Я думаю, что в какой-то мере в городе, вот, может быть, акцент на детский туризм пошел из этой точки. Да. А у нас сложились прям великолепные условия для детского туризма. Ну, хорошо. Не будем смотреть назад, будем смотреть вперед. А какие у нас особо великолепные условия, например? У нас такой набор вот этих вот объектов показа, которые интересны семейной детской аудитории, у которого, ну, вот нету, ни у соседей, не знаю, я много езжу по России, и вот понимаю, что у нас для детей у нас есть и заповедник сказок, как Юркин парк, Хлыновская застава в Порошино, космический музей. Театр кукол. Театр кукол. Палеонтологический. Палеонтологический. Фабрика игрушек весна с великолепной производственной экскурсией. Матрешки производства, тоже интересные взрослым и детям. Ну, диорама, которая тоже не в каждом городе. Ну, хорошо верить. То есть это все вот то, из чего можно, как из паззлов, составить тур на любой возраст интересные детям. Хорошо, Ольга Анатольевна, вот смотрите, вопрос к профессионалу и человеку, который много-много лет этим занимается, и, собственно говоря, вы уже смотрите ведь, ну, глазами вашего клиента, да, на Кировскую область, на наши достопримечения. С одной стороны, вы патриот, с другой стороны, вы там прагматично смотрите. Мы в свое время, я помню, когда очень гордились котельническим месторождением париозавров, да. Но нам тогда специалисты в туриндустрии говорили, ребят, ну, кто к вам поедет копать там динозавров? Это фанаты, которых единицы. Невозможно на этом, ну, как бы массовый поток в регион построить. Ищите что-то другое, да. Вот как Кировская область выглядит со стороны, там, стороннего туриста, да, и что ему здесь у нас интересно? Ну, по-прежнему нам непросто, потому что все равно вот нет этого авторитета такого, как там, например, на Золотом кольце. Но, тем не менее, те группы, те туроператоры, которые начинают к нам возить, которые приезжают к нам, например, в рекламные туры, потом видят это все своими глазами, начинают возить. Те, которые сейчас уже действительно родители, которые путешествуют от резиденции к резиденции сказочных персонажей, они уже сейчас смелее едут. И чем мы, наверное, можем гордиться, это то, что практически каждый говорит, вы превзошли мои ожидания, мы этого от Кирова не ожидали, в общем, лучше, чем рассчитывали. Это, да, это такое удовлетворение, конечно, ну да, а по-прежнему трудно пробиться к новым клиентам. Хорошо, вот по детям мы поговорим, взрослым что может быть интересно? Ну, взрослым также интересно и те объекты показа, которые я назвала, потому что во всех этих объектах есть экскурсии, рассчитанные и на взрослую аудиторию. Например, я ходила со взрослыми в космический музей, там другая подача, сложнее, более профессиональнее и так далее. И это тоже все здорово. Ну, взрослым интересно, как правило, бывает тоже, что и детям. Ну, вот мы принимали сборные группы, которые состояли иногда из такого пенсионного возраста, но им тоже все это интересно. Комбинируем из того, что есть в разных вариациях туры. А вообще за 15 лет как изменился турист? Вот, ну, наверное, там, я предполагаю сейчас, да, там, стал взыскательник к сервису. Стал взыскательник к сервису. Ну, это такие вот понятные достаточно вещи. Мы все стали, да, мы все стали взыскательник к сервису, и, собственно говоря, это не отличие туристов. А вот, ну, вот действительно, турист, что изменилось? Как вы, вот вы же на кончиках пальцев это еще чувствуете? Ну, стали к нам чаще приезжать такие индивидуальные туристы, которые находят информацию в интернете, они через туроператора. И мы формируем и включаем в сборные туры таких туристов. Очень много семей, которые приезжают и заказывают индивидуальный тур. Предположим, там, на пять человек с детьми, там, на десять человек, две-три семьи объединяются. И раньше такого не было. Сейчас это становится уже нормой. Да, действительно, требовательные. Ну, вот одна из наших целевых аудиторий – это активный отдых, любители активного отдыха. Те, кто участвуют в наших сплавах, да, люди стали менее, может быть, активными. Они ждут, что за них там все сделают. И у нас это предложение тоже есть. То есть наши инструкторы окружат заботой. И это уже такой поход для нашего гостя становится комфортным. Ну, вот, может быть, менее активным, но это тоже запрос такой. Аудитория. Хорошо. Еще рано про проблемы. Еще рано. Вернемся к планам на будущее. В чем вы видите для себя потенциал развития? Какие темы? Куда поплывет летучий корабль? Или полетит? Как вы видите? Ну, конечно, у нас по каждому из наших направлений мы постоянно стараемся развиваться. Например, там, заповедник сказок, он должен стать более комфортным, более уютным. То есть инфраструктуру нужно развивать. И то, что когда-то начиналось, там, на коленке сооружалось, должно сейчас быть более достойным. Из современных материалов, с современными средствами, техническими средствами. В том числе мы вкладываемся в это очень сильно. Там есть такие новинки, там, маппинг, например. И вот это все изучаем, приобретаем, внедряем. Потому что, да, так, наверное, хотят современные дети приезжающие. Они хорошо реагируют на эти, в том числе, технические штучки. Да, в активном отдыхе мы тоже стараемся наполнять наши походы еще какими-то другими активностями, чтобы вот эти вот впечатления стали еще более яркими. На корпоративах придумываем очень интересные испытания. На тимбилдингах тоже выстраиваем официальные такие стационарные препятствия, которые наши гости должны преодолеть. В экскурсионном приеме это иммерсивные экскурсии, это интерактив, игровые экскурсии. Это тоже очень хорошо ценится. Слушайте, а вот есть же мнение, и, собственно говоря, оно, наверное, достаточно объективное и подтвержденное, о том, что, несмотря на все распространение коммуникационных технологий, да, и кажется, что мы постоянно со всеми на связи, да, мы там все в телефоне, радио, теле, ну, то есть все время окружены коммуникациями. При этом человек становится все более и более обособленным. Так, знаете, называется атомизация общества, да, то есть мы все время все более одинокими даже становимся. Вот есть ощущение того, что с точки зрения там бизнеса, туризма, запрос будет вот на все больше и больше вот такую индивидуализацию? Уходит от групп к персональным, то, о чем вы говорите, заявкам? Наверное, нет. Есть ли в этом тренд? Индивидуальные, это имеется в виду семейные больше. Вот это, когда это не группа, там 15-20 человека, вот именно семья. А вообще, например, когда мы проводим сплавы, эти водные походы, там как раз в сборных группах очень ценится то, что люди находят себе новый круг общения, новых друзей. Это прям самое, наверное, основное впечатление, которое люди не имели в виду, покупая путевку, но выносят после этого похода. Это очень ценят. Люди потом встречаются, проводят какие-то вместе, не знаю, собираются, обсуждают. На следующий год приходят, иногда объединяются той же группой. Ну, или корпоративные сплавы, это тоже совершенно другое потом отношение в коллективе, когда люди там, не знаю, под дождем вместе где-то там выгребали. Жизнью рисковали. Да, ну, мы не даем туристам рисковать жизнью, но преодолели что-то такое не ежедневное, выбрались из городской среды. Это ценят. Слушайте, интересно, но пора о проблемах. Люблю ставить этим вопросом в просак своих гостей, уж простите, три главных проблемы в вашем бизнесе. Вот три главных, которые всегда с вами. Ну, одна из основных, это то, что у нас пока в заповеднике сказок нет такого документа, который бы позволял нам инвестировать с уверенностью лет на 10-20 вперед. И это проблема, которой как раз тоже 15 лет, как и вам. Да, да, да. Да, я знаю, мы с вами этим занимались, то есть правовой статус не регулировал. Мы пока ее не преодолели, ну, в общем, мы все равно, конечно, развиваемся. Мне кажется, у вас уже коллекция обещаний глав администрации. Да, да. Сколько было разных заседаний на разных уровнях, да. Ну, по крайней мере, нам не мешают работать, это радует, но инвестировать, конечно, хотелось бы с большей уверенностью. Ну, у вас нет уверенности, да, в том, что вы делаете. Ну, конечно, как всегда, острый кадровый вопрос, потому что нам нужно подобрать талантливых ребят, активных, молодых, поскольку в основном вот эта вот работа аниматора, инструктора, это работа для молодых ребят. И они, ну, поработав какое-то время, уходят, уезжают в другие города, не знаю, там, закрепляются на каких-то постоянных работах, и надо постоянно готовить новые кадры, отыскивая их из... Бесконечный процесс, да. Бесконечный процесс, да. У нас, конечно, есть костяк, есть какой-то постоянный состав, в который, принимая вот этих новичков, мы их как-то вот уже в среда их наша воспитывает, потому что, действительно, здесь не просто зарабатывание денег, это, ну, не побоюсь высокого слова, миссия создавать эту сказку, и нам надо таких находить. Ну, да, вы же дарите людям это. Да, да, и, конечно, не могу сказать, что это легко, находить талантливых, много талантливых ребят, хотя, конечно, я очень горжусь нашей командой, потому что, ну, у нас звёзды, у нас яркие личности, которые вот так вот могут дарить людям своё вот это вот внимание и вот это вот... Желание общаться. Ольга Анатольевна, третья. Или всего две. Ну, как всегда, наверное, хотелось бы, чтобы у нас наступила какая-то стабильность, потому что у нас всегда что-нибудь происходит, что не позволяет нам работать. Скучно же будет. Наводнения, пожары, карантины. Какой, говорит, у вас форс-мажор? У вас вся жизнь сполошной форс-мажор. Да, и, ну, с другой стороны, действительно не скучно, потому что преодолевая всё это, думаешь, ну, вот опять мы справились. Поэтому, конечно, стабильность в стране, в мире, чтобы у наших потенциальных клиентов были возможности к нам приезжать. Очень хочется, чтобы не снижалась покупательная возможность у всех наших кировских родителей, потому что наша цель, чтобы к нам приезжали именно классами, группами детских садов, и чтобы у каждого в классе была возможность к нам поехать. И, конечно, здесь мы хотим, чтобы у каждой, не знаю, там, медсестры, воспитательницы детского сада была вот эта возможность, чтобы у них были на это. Ну, чтобы, собственно говоря, любая работа оплачивалась достойно. Да, да. Ну, тогда и будет спрос перекрёстно на услуги предпринимателей. Мы много лет же с вами говорим. Самое главное, чтобы там была возможность работать, да, и был спрос на услуги. А других форм поддержки-то по большому счёту и не надо. Пережив вот этот период полного запрета на работу, это самый тяжёлый был период, когда нам нельзя было работать. Да, да, да. Как удалось справиться? Ну, что, морально-волевых, что называется? Конечно, здесь без субсидий, наверное, бы не выдержали удержать весь коллектив, потому что, действительно, таких ценных людей, ну, нельзя было сказать, придите через год, когда нам разрешат работать. Субсидии мы получали, но, тем не менее, да, мы готовились к тому, что когда-то же можно будет. Мы в это время стали писать заявки на гранты, никогда до этого не занимались этим, и оказалось, что это прям хорошо тоже выстрелило. Мы стали социальным предприятием, и, по крайней мере, вот эти президентские гранты, работа с детьми с ограниченной возможностями, мы сейчас уже в России являемся тоже с такими экспертами вот в этом узком таком виде туризма. Это инклюзивный детский туризм, это очень непросто. Очень непросто. А вообще Киров приспособлен для этого? Ну, здесь нет такого приспособленного... Мы говорим о туризме для наших кировских детей. Мы делали палаточные лагеря для детей с ограниченной возможностями, сплавы для детей. В этом году мы снова... Все можно сделать. Все можно, да. В том числе даже колясочники у нас участвовали и в сплаве, и в лагере. И это было волнительно, но вот это все возможно, и это очень благодарное... Родители и сами дети, конечно. Когда они имеют возможность бесплатно в этом всем участвовать, мы вот эти проекты, это наша, наверное, такая и гордость, и радость, инклюзивный туризм. Слушайте, ну, как бы я не пытался вас вывести на разговор о проблемах, мы все равно так или иначе возвращаемся к тому, чем вы занимаетесь, а не тому, что мешает вам этим заниматься. Прервемся ненадолго. Программа «Разговор по делу». У меня в гостях Ольга Лобастова. Вернемся через несколько минут. Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Возвращаемся в эфир. Программа «Разговор по делу» веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня основательница Центра активного отдыха «Летучий корабль» Ольга Лобастова. Ольга, мы... Я уже перед рекламой сказал о том, что никак не получается о проблемах поговорить, но я боюсь, что если бы вы любили разговаривать о проблемах, то 15-летней истории летучего корабля бы не было. Поэтому, ну, их эти проблемы, давайте как бы о позитивном, но с пониманием фактуры, что называется. Вы сказали про кадры. Мы на самом деле в ТПП увидим, что последний, наверное, почти год уже, это вообще основная проблема для бизнеса. Уже ни про контрольно-надзорные органы никто не говорит, ни про кредиты, ни про что. Все говорят про кадры. Весной чуть изменилась ситуация, да, экономика сейчас переконфигурируется, появляются свободные люди на рынке, но все равно у вас вообще специфическая очень история. Я боюсь, что на аниматоров не учат, и это действительно там что-то внутреннее состояние, как бы, да, человека. Как вы их находите, где подбираете, кто, как выращиваете, вообще какая система работы с кадрами у вас? Это правильное слово «выращиваем». Да, мы ищем их там, где водятся таланты. Это, например, там, тут весны эти конкурсы, КВНчики, ребята, которые поработали вожатым где-то в лагере. И уже там размещаем свои приглашения. И вот мы уже много лет проводим школу аниматоров. Раньше она была такая, может быть, более урезанная. А вот в прошлом году мы выиграли президентский грант именно на школу аниматоров, видов аниматоров. Только для себя делали? Только для себя. Но мы понимаем, как для себя. То есть мы же не можем обязать... Да, мы не можем обязать человека, пройдя эту школу, работать только у нас. У нас есть конкуренты, которые не могут уйти, и мы ничего тут не сможем сделать. Поэтому мы понимаем, мы готовим для себя. Но вот эти молодые люди получают вот эти навыки, которые, может, им в жизни пригодятся в летучем корабле или где угодно ещё. Поэтому мы провели очень такую хорошую программу для обучения. И вот сейчас мы ощущаем, что эти подготовленные кадры у нас... Вот этот объём, который к нам сейчас после карантина пришёл... Вырвался на волю? Да, да. Это всё работает. Инструкторов мы тоже готовим, школу инструкторов мы вот сейчас весной... Сколько человек на пике сезона работает в летучем корабле? Сколько у вас? Ну и бывало, что и 50, и более, потому что самый наш горячий сезон, это Новый год, когда работают, естественно, там и офисы, водители, и аниматоры в заповеднике сказок, и гиды на группах туристских, которых в этом году, в январе, у нас одновременно был момент, когда у нас на обслуживании многодневных групп было 12 групп в Кирове. Мы селили в восьми гостиницах города Кирова, такое, конечно, у нас впервые. И понимаю, что здесь действительно... А надо, чтобы с каждой группой был хороший гид, чтобы никто нас не подвёл. Конечно, конечно. Каждый рассчитывает на тот самый сервис. Это не просто там 50-70 человек, это 50-70 талантливых ребят надо. Поэтому, конечно, здесь кадры вопрос острый. Ну вот, мы его стараемся решать. Смотрите, у нас в регионе определённые изменения, исполняющие обязанности губернатора, новые ожидания. Каждый из руководителей региона говорит о, в том числе, туристическом потенциале Кировской области, который надо развивать, который неизвестен в большой степени на российском рынке. Вот давайте представим ситуацию. Опять же, может быть, это банально, но я знаю, что вы ответите не банально. Банальным будет вопрос. Вот представим ситуацию, что Александр Валентинович спрашивает вас. Ольга Анатольевна, что посоветуете сделать для развития туризма на Вятке? Так, непростой вопрос. Ну, надо сказать, что мы действительно пока ещё не в той обойме, которую, в первую очередь, регионы, которые вспоминают, как бы говорят о туризме, это не Краснодарский край, не Алтай, не Карелия. И поэтому есть регионы, в которых, может быть, и потенциал такой, ну, может быть, равный нашему, но вот внимания властей там больше, и всё-таки результаты приходят. Вот Александр Валентинович, он говорит, я готов. У нас, например, уже лет пять Кировская область не имела стенда на вот этих вот наших ежегодных международных туристских выставках. А это, в общем, всё равно работа с туроператами, с профессиональным сообществом. Это уже позиционирование, это базовое позиционирование. Да, то есть вот, получается, мы такие уже скромно ходим, посещаем чужие стенды. Смотрим на других, не показываясь. Да, и нам негде встретиться с теми нашими потенциальными партнёрами. Хорошо, Ольга Анатольевна, записал стенд на выставке. Ну, рекламные площадки, наверное, в СМИ, потому что сейчас, если раньше вот эти события, которые мы придумывали, событийные мероприятия, которые получали там пиар, и не только мы, летучий корабль, но и Кировская область получала тот пиар, и люди говорили, интересно, надо съездить. Сейчас все публикации платные, действительно нужны средства для того, чтобы пиарить область. Хорошо. И третье. Что с инфраструктурой, Ольга Анатольевна? Вот бытует мнение, что в Кировской области негде поесть, негде поспать, не на чем ездить. Хотя я знаю, с точки зрения общепита мы точно фору дадим многим регионам. Нет, с общепитом у нас нет проблем, с гостиницами, ну, может быть, мы были на грани вот зимой, когда все было занято, все, что мы могли. Но поскольку я знаю, что есть... Какого сегмента не хватает? Эконом, средний, премиум, что? Пять звезд? Ну, мы работаем со средним, конечно. У нас не бывает групп, которые все там готовы на ВИП. Поэтому нас, да, интересует средний. Ну, и детям действительно нужно достойное, но все-таки среднее. Недорогое. По бюджету наших туров. Здесь, может быть, и в то же время бизнес здесь и так постепенно, новые гостиницы открываются, и я думаю, что бизнес подстраивается мгновенно. Есть туристы, значит, новые гостиницы. Ну, а с транспортом что? Я помню, был момент, когда, ну, катастрофическая была ситуация, там не на чем было возить там группы. Здесь тоже рынок сам все выстраивает. У нас сейчас туристских автобусов не так уж мало, да. То есть мы понимаем, что у нас нет равномерной загрузки погоду, и для пиковых загрузок, да, действительно, да. Хорошо. Чего не хватает в регионе? Вот что хотелось бы. Вот знаете, мне чего не хватает? Мне не хватает мифа. Да. Ну, ведь тот же самый Дед Мороз в Великому стюге — это миф. Снегурочка — миф. Миф. Ну, вот в этом плане мы и не стремились, например, создать этот миф, что Кикимора — это прям вообще символ нашего города. Мы ее создавали как промо-герой своего заповедника сказок, но она как-то достаточно так активно вырвалась и стала вот достаточно ассоциироваться. Да, в последнее время как-то не слышно. Да нет, мы ездим на мероприятия в соседние регионы. Узнают уже? Узнают, да. И выступаем на площадях. Это тоже срабатывает на узнаваемость. Ну, например, когда мы наши туры партнерам представляем, там, может быть, вот это вот в гости Кикиморе, тоже интересно, а какая она Кикимора, почему Кикимора, это все тоже будет интересно. Ну, не знаю. Но мы не вкладываемся в продвижение конкретно этого образа. Ну, потому что нет же у нас магнитиков с Кикиморой, нет тарелочек. Ну, по крайней мере, мы в городе это даже не пытались никогда делать. Мы это делаем в рамках своего заповедника сказок. Конечно, у нас есть очень мощный бренд, это дымковская игрушка. Это очень нам помогает. Безусловно, один из трех основных народных промыслов в России, наряду с хохломой там, к желью, это, конечно, наша гордость. Но она действительно не может заменить все, да. А если, ну, вернусь к Кикиморе все-таки, а если предложат вам поделиться, чтобы там все-таки город стал признан. Я не вижу ничего страшного, на самом деле. Да, мы же очень долго боролись. Да, вас обвиняли. Нас обвиняли, в том числе РПЦ. Мы старались переломить вот это вот сознание. Это не мифическая какая-то старушка злобная, а смешная, простодушная девчонка. И в результате как-то все-таки получилось. Готовы поделиться с городом этим образом? Да, нам, конечно, все, что работает на узнаваемость, это общие наши интересы, да. Ну и, наверное, из того, что я мечтаю для развития туризма, чтобы случилось это переименование города. Это настолько больной вопрос, когда даже, вот я недавно выступала в Санкт-Петербурге, там 50 туроператоров, турфирмы, турагентства, это все-таки люди, наверное, с какой-то уровнем образования. И многие говорят, Киров это где? То есть, когда говоришь «Вятка», люди реагируют там в географии, там хотя бы речку учили там. А Киров, поскольку есть и в Калужской области, и в Мурманской, вот это вот размывание, безликость, это очень мешает. И вот, наверное, я бы сказала, в том числе, чтобы на уровне губернатора, вот этот вопрос поднимали еще раз. Я понимаю, что когда-то это должно все равно случиться. Слушайте, ну, я понимаю, что это вопрос сложный, у каждого свое мнение, но ровно так же, как оно действительно у каждого свое. И у меня тоже есть. Я тоже считаю, что с «Вяткой», ну, с точки зрения экономики, с точки зрения бизнеса, с точки зрения позиционирования регионов, работать гораздо эффективнее, нежели чем с Кировом. Мы это видим с вами по, собственно говоря, по собственному опыту. Поэтому здесь... Сколько существует названий «Вятский университет»? Да, сколько, да, ассоциаций и всего. Это ложится. Это вот как у вас летучий корабль легло. Не зря ведь там, собственно говоря, город жил столько лет. Но, к сожалению, не от нас с вами зависит решение вопроса, но это вопрос, которого не надо бояться, потому что мы во всем будем ходить вокруг. У нас мы недавно обсуждали 650-летие, да, хуйного вятки Кирова, и понимаем, что можно много что сделать. Вернее, много что не успеем уже сделать, да, что-то успеем сделать. Ну, вот мое личное мнение, что надо было бы решить к этому юбилею этот вопрос. И, собственно говоря, дальше жить с названием. Может быть, мы формировали бы постепенно вот это мнение, в том числе и у кировчан, потому что это требование времени. Мы с вами ведь, понимаете, в чем я всегда говорю, я ведь как бы не воинствующий, да. Я готов обсуждать, ну, действительно, у каждого свое мнение. Кто-то за Киров, кто-то за Вятку. Надо, ну, как бы приходить к чему-то, потому что мы по факту иначе живем вот в таком состоянии раздвоения. И сами-то определиться не можем. И мы из этого не можем понять, как позиционировать город. Какого он рода, какого он характера, как о нем рассказывать, где он, да. Ну, будем надеяться, что этот вопрос будет в повестке дня. Программа уже близится к завершению. 40 минут пролетает очень быстро. Ольга Анатольевна, вот такой вопрос. Я знаю, что людям, которые приходят ко мне по программу, чувство зависти, как правило, не свойственное. Они всего стараются сами добиться, а не завидовать другим. Но есть такой термин, как белая зависть. Знаете, когда вот ты радуешься за кого-то искренне. Вот вы много ездите по стране, много знаете регионов, знаете отношения к туризму в регионах. Вот белая зависть, радость. За какой регион у вас? Или какие? Так. Ну, Калининград. Это прям действительно... Можно без пояснений. Вот прямо там регионы, чтобы мы поняли, на кого ориентироваться. Екатеринбург. Я знаю там. Там конгресс-бюро такое, да, сильнейшее. Да, отношения к туризму. Самара. Ну, вот эти три региона, наверное, самые. С которых стоит взять пример. С которых стоит взять пример, когда не только финансы решают, а вот само отношение... А, еще Татарстан, конечно, там Сергей Иванов. Да. Вот это то, чему действительно с белой завистью, да. И совсем на позитиве завершая уже программу, минута буквально остается. Я спросил про три главных проблемы. Три главных радости от работы за 15 лет. Ну, то, что... Вот, наверное, когда мы, оборачиваясь на пройденный путь, наверное, там подумаем о том, сколько детей прошло через нас, которые вот унесли эту сказку. И мне взрослые люди, ну, такие уже молодые, состоящие уже, у которых свои дети, они говорят, я вот ребенком к вам ездил. И понимаю, что вот это не какое-то проходное впечатление в их жизни было. Она всю жизнь осталась. Реальна сказка, да. Это, наверное, самая большая радость. Вот мы воплощаем вот эту миссию... Сказка на всю жизнь. Сказка на всю жизнь. Ну, тогда не будем искать три. Я думаю, что это более чем достойно быть результатом. Спасибо большое за участие в программе. Была программа «Разговор по делу». Вел ее я, Андрей Усенко. У меня в гостях была основатель Центра активного отдыха «Летучий корабль» Ольга Лобастова. Ольга, спасибо большое. Спасибо. Хорошего дня. «Разговор по делу».